Наверное, пару лет мы уже обсуждаем внедрение нового закона, и по срокам правительства оно еще должно было в том году, но я понимаю, что задача очень сложная. Если бы это можно было где-нибудь подсмотреть, это законоправить в какой-нибудь другой стране, наверное, можно было бы, по крайней мере, воспользоваться опытом. Но с учетом того, что мы по многим вещам являемся лидерами, а Россия, по крайней мере, по криптографии является одной из лидирующих стран, нам приходится самим это все сделать. Представьте, что мы строим город, не какой-то дом, а целый город. Там есть инфраструктура. Есть инфраструктура, связанная с домами, с дверями, улицами, с отоплением, с безопасностью. И если мы посмотрим с точки зрения безопасности, то, вероятно, то, что мы говорим, это доступ к ключам, к этим домам, квартирам, которые есть. И насколько правильно мы его запрограммируем с точки зрения законодательства экономической и по безопасности, столько правильно будут у нас свои плюсы или минусы этого дома. Понятно, что факты, связанные с нарушением тех или иных действий удостоверяющих центров, были зафиксированы еще в 2008, 2007, 2009 году, когда мы тогда пытались донести до, к сожалению, Минсвязи тогда, что у нас есть нарушения. То, что сейчас Минсвязь начала это выявлять, наверное, нужно только спасибо сказать, по старинке называем Минсвязи, хотя это, наверное, Минцифра, те нарушения, которые есть. С одной стороны, действительно правильно было сказано, что текущие удостоверяющие центры, система слишком много разрослась. С другой стороны, когда вы видите, вживую общаетесь с теми людьми, которые действительно пострадали от этого, ну вот один из примеров, который сейчас выйдет в сюжете «Вести 24», где мы как раз, с одной стороны, Минцифра, с другой стороны, как аппарат общественного омбудсмена, это когда девушка столкнулась с проблемой, она вообще ни при чем, она никакого отношения к подписи не имеет в жизни. Просто простой гражданин. И у этого гражданина теперь должен платить 2,5 миллиона, ну для нее это просто безумные деньги, из-за того, что кто-то на ее имя выдал подпись. Это личная трагедия конкретного человека. То, что таких ситуаций стало больше, ну то есть это действительно очень печально. И что реформа назрела, тут в данном случае мы полностью поддерживаем правительство, ужесточение требований, каким образом это сделать и так. И по этой части у нас консенсус стопроцентный полный, при том мало того, что мы выступаем в быстрейший запуск этого законопроекта. По одной простой причине, что любая цифровая экономика, о чем мы говорим, начинается с ауентификации. И чем больше мы тут не решаем вопросов, тем больше у нас настигают проблемы, как экономические, так и с точки зрения безопасности. С другой стороны, мы понимаем, есть одна вещь, которую, к сожалению, большинство людей начинают упускать. Это слово экономика. Мы говорим, цифра, 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 но с точки зрения экономики, такое ощущение, что слово экономика куда-то исчезло. Когда задачу президента ставил, связанную с запуском цифровой экономики, то один из постулатов ключевого фактора был связан перезапуск с помощью цифры экономических процессов. Что это даст с точки зрения ВВП для страны? И, к сожалению, когда мы смотрим те или иные нормативные акты, которые сейчас на сегодняшний день находятся в Госдуме, Совете Федерации, мы периодически коллегам задаем вопросы. А у вас есть экономические расчеты, как это повлияет на рынок? Ну, что будет происходить? С точки зрения безопасности мы понимаем, то есть это очень важно, требовательно и так далее. Но с точки зрения экономики, что это даст конкретному гражданину? Он станет быстрее услугу получать, экономически выгоднее, что это даст для процесса бизнеса всего, как будет перестроен на форматы. Есть несколько аспектов, которые периодически рассказывает Федеральная налоговая служба. Это правильно, что потери от бюджета связаны порядка 80 миллиардов, связаны с мошенничеством, связанным с НДС. Но когда мы смотрим те или иные нормативные акты, мы смотрим, что запуск тех или иных процессов бизнесу приведет затраты порядка 200 миллиардов. Ну, то есть никто не измеряет те или иные расчеты. Мы говорим, ну покажите расчеты, то есть почему вы так сделали? Может быть сделать какую-то более компромиссную? Никто же не против с точки зрения регулирования, все за регулирование. Вспоминаются слова великого Чарльза Дарвина, который когда-то сказал про эволюцию, что выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто быстрее других успевает приспосабливаться к новым условиям. То, что рынок изменится, это константа. Никто даже с этим не сомневается, мы полностью поддерживаем. То, что в данном случае произойдет трансформация, да. Вопрос, насколько она умно произойдет. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем за последние два года достаточно очень парадоксальную ситуацию. У нас запущен проект «Цифровая экономика». Он идет по всем направлениям. Нужно это для страны? Да, нужно. А даст ли это толчок IT-отрасли? Я думаю, очень сильно даст толчок IT-отрасли. Есть ли какие-то экономические расчеты, как это повлияет на экономику? Но, к сожалению, мы пока их четко не видели. И мы не понимаем, каким образом. По большей части происходит просто автоматизация старых бизнес-процессов. Ну, предположим, приходите вы в компанию, говорите, у вас сколько бизнес-процессов? Он говорит, 100. И тут надо камень бросить, наверное, в сторону IT-шников. Обычные IT-шники говорят, мы готовы вам автоматизировать 98 бизнес-процессов. Но никакой IT-шник вам не скажет, что мы готовы, вам нужно из 100 процессов оставить 5. Потому что тогда меньше денег заплатят. И у нас идет постоянная борьба. С одной стороны, автоматизация непонятного хаоса, с другой стороны, в данном случае, деньги. Что из этого победит, я не знаю. Но мы четко понимаем, что в рамках текущей модели реформы нужно делать две вещи. Первая – скорость. И чем быстрее мы будем полностью поддерживать, чем быстрее правительство этого законопроекта внесет, по этой части полностью поддерживаем. Второе – безопасность. Это тоже важнейший аспект. Потому что не учитывая формата безопасности, мы можем столкнуться с проблемой инфраструктуры, с чем мы сталкиваемся. И третий фактор, на котором мы будем наставить – это вопрос экономической целесообразности. Как для бизнеса текущего, как он трансформироваться. Потому что если вы говорите, что бизнес завтра умрет, вы же ему другого варианта не уставляете. А когда человек в угол загоняет, он будет биться насмерть. То есть это невозможно. Нужно предложить вариации, как это будет трансформироваться. И то же самое, что будет происходить с точки зрения в целом для экономики. К сожалению, если мы исправим только ключи и двери, а мы строим город, ну можно получить следующее. Один у нас строит фундамент, другой строит двери, третий строит стены. И в итоге у нас получается, что это дом в разных местах. А единого дома, ну как, неужели, не получится. И я бы думаю, как бы важный фактор, текущая дискуссия сегодня, завтра, послезавтра, попытаться понять, как более четко можно помочь правительству. С одной стороны решить их задачи, с другой стороны помочь бизнесу с точки зрения состыковки и трансформации бизнеса. В противном случае у нас закон может быть и год идти, и два, и три. Потому что сил много, и разные силы имеют разные точки зрения. И в этом случае может быть другая ситуация. Когда у нас бывает закон, мы его выпускаем, а он не работает. Ну как-то вот так получается, вот не работает, и все, он всеми способами тормозит. Но наша задача не запустить закон, у нас задача, чтобы инфраструктуру изменить. И изменить ситуацию вот с этими бедными гражданами, которые попали в патовую ситуацию не по своей вине, не по вине Минсвязи. Ну, по одной простой причине, что вот кто-то их мошенничает. Притом, что с ними делать, тоже никто не знает. Я бы не хотел бы, чтобы каждый из вас, или кто в этом зале, попал в такую ситуацию, как эта девушка. Потому что сейчас наши юристы и безопасники пытаются ей помочь. Это очень тяжелая ситуация и патовая. Надеюсь, что варианты решения мы найдем, и с точки зрения, что и правительство нас услышит, и бизнес поймет, каким образом это надо трансформировать. Мы найдем консенс в этой части. Спасибо.